Всем привет! И снова я в любимом парке. Прекрасная погода, прохладно и никого нет. Я с удовольствием отвечу еще на один вопрос. Честно, неожиданно прозвучал для меня этот вопрос. Потому что мне всегда казалось, что людям понятно, почему я блокирую или удаляю некоторые комментарии. Написала мне женщина, к сожалению, имени я не помню. Но в комментарии было, что... Сергей, вы хотя бы объясняете, почему вы удаляете комментарии или блокируете своих подписчиков. Честно скажу, я не помню, чтобы я блокировал подписчиков. Но, во-первых, могу сказать, что я блокирую сразу тех пользователей, которые заходят на канал с единственной целью, чтобы блогера оскорбить, написать какую-либо гадость. Как правило, это пустые совершенно аккаунты. Там нету ни имени, никакой информации. То есть люди таким образом самоутверждаются, развлекаются. Всех этих отморозков я сразу посылаю в отстойник. Даже не разбираясь. Что касается комментариев, есть комментарии, которые удаляются автоматически, если содержат какие-либо слова или выражения. Возможно, возможно, что у того или иного моего подписчика в каком-либо комментарии были эти слова или выражения. И его удалили. Потому что и я не всегда смотрю на то, кто именно мне пишет. Я не могу помнить всех своих подписчиков по именам. Или, вернее, по их никам. Итак, комментарии, которые содержат не цензурщину, похабщину. Комментарии антисемитского толка я не только удаляю, но и блокирую пользователя. У меня нет понятия второго шанса или недопонимания. Мне совершенно не важно, кому именно обращен комментарий. Ко мне или к одному из моих подписчиков. Ну, например, человек, который пишет, что Израиль принадлежит палестинцам. Да-да, вот именно так. Израиль принадлежит палестинцам. А вы здесь только временные жители. Скажите, мне нужно удалить комментарий или сразу заблокировать того, кто его написал? Я выбираю сразу блокировать. Мне эти скрепы не нужны. Почему скрепы, я объясню. Потому что если у одного человека пограничное сознание, то его можно назвать идиотом. А если несколько человек уже имеют тенденцию к этому, значит это скрепы. Так вот, такие скрепы нам не нужны. Я вполне допускаю, что... Я не знаю, о ком идет речь. Я не знаю, мой ли это подписчик и почему я его заблокировал. Но в любом случае, на канале есть вся контактная информация. И мне можно написать, что и делают очень многие. И если произошло недопонимание, или попал человек под горячую руку, скажем так, или, возможно, в конце концов, нажал ВИ не туда, что тоже допустимо, при гигантском количестве комментариев, возможно, человек заблокирован случайно. Но, как правило, такого не бывает. Дальше, что касается мнений. Я уже говорил, я люблю мнение, когда в нем есть зерно. И когда ты чувствуешь, что человек знает, о чем говорит. Тогда с ним даже интересно дискутировать. Иногда, да, я допускаю, что вполне возможно, человек заходит на мой канал только, чтобы меня потроллить или стать таким штатным оппонентом. Любое выражение, любая тема рассматривается под лупой. То, что называется буквоедство. Человек получает от этого кайф. Я могу кайфануть от этого, ну раз, ну два. В конце концов, чтобы не тратить время на удаление этих комментариев, я просто блокирую этого пользователя. Вот и все. И, простите меня, это мое право. Мое право собирать на канале людей, которые мыслят так же, как и я, или которым мое мнение интересно. Собирать на своем канале оппонентов, которые под каждым видео пишут негативные отзывы, оскорбляя меня, почему я должен терпеть эти комментарии и не заблокировать его. Кстати, я никогда не закрываю комментарии, даже к видео очень таких спорных тем. Я стараюсь ответить, ну по мере возможности, всем, во всяком случае, на те комментарии, которые считаю интересными. И то, что я собираю на канале только положительные комментарии, это неправда. Некоторые, даже отвратительные комментарии я оставляю, причем оставляю это с одной единственной целью, чтобы мои подписчики и потенциальные репатрианты знали и эту сторону и учитывали то, что с этими людьми, вот с этим явлением им придется столкнуться не только в верте, но и в жизни. Да, еще хотел сказать, поскольку очень много комментариев мне сыпалось в личку о так называемых нескольких отвратительных видео, я хочу сразу сказать, что если вы, смотря эти видео, испытали чувство отвращения, значит, я достиг своей цели. Потому что, как известно, в каждой шутке доля шутки. И если я даже кого-то троллил, то делал это намеренно для того, чтобы вы поняли мое отношение к тому или иному человеку. вот именно такое гадостное чувство, которое вы испытали, испытываю я. Когда иногда кто-нибудь по своей доброте душевной сбрасывает мне какие-либо ссылки. Ну и последнее по поводу выкинутых комментариев или блокированных пользователей. Я не люблю, когда под темой, которую я поднимаю, поднимается другая тема и это становится постоянным. То есть, человек либо толдычит одно и то же, перепащивая свой комментарий из темы в тему. Я считаю, это просто интернет-хулиганством. Поэтому ему тоже будет отказано в слове. Вот и все. Он также сможет смотреть мои видео и ставить дизлайки. Но права голоса у него не будет. Всем спасибо. Увидимся в следующих видео. Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok